Всем привет, ребят! Меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это прослушка. Сразу скажу, не горю желанием слушать этот альбом. Я уже один раз пытался, пару треков я тут прослушал, или четыре, и выключил. Не смог. Я уже забыл даже, что там. Вот. Чё-то мне как-то не зашло. Но мне писали, постоянно спрашивали, когда будет, когда будет, запишу ли я или нет. Давайте дадим второй шанс этой пластинки и посмотрим, послушаем. Давайте заново только всё это начнём дело слушать. Платина. Я просто, ну, попытаюсь примерно сказать те же слова, что говорил тогда. Чё-то я про звучок этот говорил, не помню чё. Ну, музло я отметил однозначно. Всё тот же ребёнок, который рождён сиять, в общем. Всё в кайф, всё круто. Ну, короче, такая, типа, лёгкая мотивация от ЛДжэя, чувака, который втирал в треки про наркоту и так далее. Музло, в принципе, норм. Ну, окей, идём дальше. Let's get it. Тут я говорил, типа, ну, интересное узло, как-то интересно всё звучит. Да-да-да. Прикольная тема. Про строчки суперкрутой рифмы я тоже говорил. Ну, вообще какие-то... Короче, ЛДжей мастер в этом. Рарный айтем. А, это, по-моему, мне вообще не зашло. Да-да-да. Не очень зашло мне. А он же это про свою, типа, девушку, да? Ну, короче, тоже не вкатил этот трек, короче. Фрэнс. Да, это я тоже слышал. Но я чё-то не помню, что там было. Музло, норм. Ну, опять же, ничего особенного по тексту. Вот этот сэмпл ещё чё-то не поменять, не могу понять чё. Та-та-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот я чё-то такое у скрипт-анит слышал. Но норм тема по музыке. Всё. Так, Sayonara, Boy. А, Sayonara, Mama Boy. Тоже мелодия знакомая. Скучно, может битло и вкатило бы, но... Что это за копирка такая? У меня прям на секунду пронеслась мысль, что это что-то около 104-го и так далее. Строчка Тиэлловская, да? Я не слушал альбомы Тиэлла до сих пор, простите меня, пожалуйста, но я видел новость на The Flow, то что там вот эта строчка типа протестирована. Нахер этот трек, в общем, идем дальше. Сайонар Бой очень скучная хуйня. Трэп, хаос, рок. Сейчас будет походу трэп, хаос и рок. Ну начало уже что-то мощное типа. Трэп, хаос, рок, и паук, всё плохо, это тэп, хаос, рок, это новый год, стол, это тэп, хаос, рок, это тэп, хаос, рок. Сух. Нет, чувак. Ну, знаете, Элджей, в принципе, уже, ну, достаточно популярный ведь артист, и мне кажется, он просто забил на все то, что ждали от него фанаты, и решил сделать то, что сам хотел. Вот, например, Трэп Хаус Рок, и это, знаете, вообще весь альбом, он такой экспериментальный, прям вот, ну, я уже могу это сказать на половине альбома, что... Чувак экспериментирует со звуком и так далее, и вот этот Экватор, он прям конкретно говорит об этом, именно этот трек, мне кажется, потому что вот здесь мы это слушаем, потом у нас рок. Ну, по текстам все тот же Элджей, как бы, по сути, я что-то особо изменений не вижу, не рок. Нет, да. Вот поп-звездой тебя может назвать, но не... Ну, может, еще как-то рок-звездой, да, типа, не то, что рок-звезда по жанру музыки, а то, как ты живешь, но не рэп. Короче, песня тоже так себе. Идем дальше, Даркнет. Быстрая прослушка, вообще, быстрая, не собираюсь слушать песни полностью, если, типа, не зацепило, то я ее проматываю или вообще выключаю к черту. Полагин, окей. Че вообще? Окей, чувак, окей. Нет, тоже идем дальше. Томми Кэш, Коста Ла Коста, тут на фите, песня Туэлит. Ну, вот, танцевальная тема, неужели тут? Че вы, вот, зачем меня спросили люди послушать этот альбом? Чтоб вот это наблюдать, то, что, типа, мне вообще не вкатывает? Его же фанаты будут смотреть и говорить мне, типа, ой, зачем ты слушаешь, если тебе не нравится, мог бы не слушать вообще, и никому не интересно твое мнение и так далее. Но Томми Кэша я люблю. Ну, интересный исполнитель. Короче, на вкус и цвет, ребят. Музыка. Кому-то зайдет, кому-то не зайдет. Мне кажется, даже некоторым фанатам не зашел этот альбом. Фиг знает. Ну, короче, шляпа. Молодец. Так, шейх. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Есть песня такая. Ну, только здесь одной нотки нет, конечно, но очень напомнило. Ну, по музлу прям иногда очень интересно. Но это вот какой-то высер, как мне кажется. Вот прям кого-то русского напоминает здесь. Ну, это понятно, из-за бочки, конечно. Ладно, самурай. Молодец. 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 Вообще что-то музло вкатывает прям и само исполнение такое прям на лайте, мои любимые слова. Это единственный, по-моему, трек, который я дослушал до конца на альбоме, и я думаю, всем понятно то, что я выделяю в этом альбоме «Кровосток» и «Дырки в голове». По-моему, на прошлом альбоме мне также понравился последний трек, как он назывался, «Растворитель», по-моему, или чё ли. Я сейчас не вспомню точно ту прослушку, но примерно так и было. Тамагочи не будем слушать вообще и забудем про этот трек, как будто его вообще не было. Так, что ещё можно выделить? Чё-то... чё-то ещё, по-моему, было. Больше ничего не буду выделять вообще. Я опять уже даже не помню, «Платин» или «Ледс Гирит», чё там было конкретно. Возможно, это всё придирки и какое-то предвзятое отношение, но я как бы вижу то, что это экспериментальная работа, и, возможно, он в дальнейшем также будет плевать вообще на слушателей делать, ну, на своих фанатов, имею в виду, и делать то, что ему хочется, и это как бы нормально, в принципе. Но чё-то как-то вот мне особо, опять же, не зашло, и это, возможно, из-за его исполнения и текстов. Потому что, ну, темы некоторые, рифмы где-то или вот эти... Тоже особо не вкатывает, поэтому его творчество больше отталкивает меня. Но на вкус и цвет музыкальные предпочтения у всех разные. Так что, я думаю, вы меня понимаете. И я послушал эту пластинку только потому, что меня просили некоторые мои подписчики. Вот они посмотрят, и я буду доволен. Если вы увидели, если вы фанат творчества LG, и вы считаете эту пластинку прям вау, какой крутой, я за вас рад, вы молодцы, у вас, возможно, хороший музыкальный вкус. Плюс, короче, всё, не будем даже говорить об этом, обо всём, раздувать и так далее. Я выделяю кровоосток и дырки в голове. Вот прям дырки в голове, она даже больше, наверное, мне понравилась. На этом всё. Я очень рад, что я прослушал и больше не вернусь к этому альбому. Спасибо всем за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если нет, то не ставьте, поставьте дизлайк. Пишите комментарии, как вам этот альбом. И всё, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем пока. Check it out.